Дорогие друзья, сегодня я хочу представить вам проповедь, которую не так давно сказал на одной христианской конференции в Санкт-Петербурге. После нее ко мне подошли верующие и сказали, что это слово помогло им по-новому посмотреть и на книгу Экклезиаста, и вообще на роль мудрости в жизни христианина. Уверен, что это слово благословит и вас. Итак, представляю вам проповедь «Противоречивая мудрость». Сегодня у нас такая дневная сессия, и на утренней я делился одним из мест и книги, которые как-то мы изучали во время вот этого карантина, самоизоляции. Книга это была «Апокалипсис», «Откровение». И сейчас я хочу еще одно место вместе с вами прочитать из другой книги, которую я тоже как-то почему-то особенно углубленно изучал во время карантина. И я скажу честно, я как-то всегда к этой книге относился с пренебрежением. Я ее мало понимал, ценил только последние стихи этой книги. Считал, что у нас у протестантов нет второканонических книг, но для меня вот она как-то была ближе к второканоническим книгам. Догадываетесь, о какой книге я говорю, нет? Это книга Экклезиаста. Мне, когда я только уверовал, сказали, Виктор, эта книга написана отступником, читай ее, чтобы отступником не быть. И я как бы читал и понимал, что так вот делать как раз не надо, вот так вот думать как раз не надо. И никогда серьезно ее не изучал. Но вот в этот карантин как-то я взял и стал ее читать особенно, и стал изучать. Мне столько всего открылось в этой книге, и я не знаю, но почему-то вот мне кажется, то, что Бог показывает в этой книге, чрезвычайно актуально именно в то время, в которое мы с вами живем. И я хочу взять одно лишь место из этой книги вот на этой дневной сессии. Это книга «Девятая глава книги Экклезиаста». Ну, прежде всего, хочу сказать, что автор этой книги – царь Соломон. Хотя, конечно, есть много разных версий, но традиционное толкование, что это написал сам Соломон, записано, может быть, было несколько позже, но мысли, высказанные, принадлежат к царю Соломону. А вы помните, когда царь Соломон стал на царский трон, он стал царем, будучи молодым человеком, он просил у Бога. О чем? Мудрости. Мы помним, да? И Бог дал ему мудрости, и при Соломоне Израиль достиг пика своего могущества. Именно при царе Соломоне. Не случайно те книги, которые он написал, а помимо Экклезиаста у него еще есть книга «Притч», книга «Песнь-песни». Так вот, в книге «Притчи», а книга «Притч» читается, это ранняя его книга, то есть Экклезиаст – это поздняя книга, притча – ранняя книга, мы помним, как много в книге «Притч» он восхваляет мудрость. Помните, да? Сколько он говорит «Приобретай мудрость». Вот я просто один лишь стих прочитаю из «Притч», четвертая голова, седьмой стих. Главное – мудрость. «Приобретай мудрость, всем имением твоим приобретай разум». В принципе, вот в этом коротком предложении весь смысл книги «Притч» – приобретай мудрость, приобретай разум, набирайся разума и набирайся мудрости. И вот Соломон уже пожилой человек, пожилой царь, и он пишет книгу «Экклезиаст», проповедник. И в этой книге, помните, он разбирает все, что есть под солнцем. И не случайно в первой же главе Соломон пишет про мудрость, потому что это всегда занимало особое место в его жизни, эта тема. И вот смотрите, что он пишет уже, «Экклезиаст», первая глава, семнадцатый стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа». «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». И мы видим, что несмотря на то, что мудрость занимала особое место в жизни Соломона, поэтому он регулярно к ней возвращался, и даже в книге «Экклезиаста» он периодически пишет про мудрость, но видим, что какое-то двойственное отношение к этой мудрости. С одной стороны, это ценное, важное, приобретай это, разум приобретай. С другой стороны, что-то грустное и томительное. И в книге «Экклезиаст», мне кажется, есть одна история, которая два этих взгляда словно вмещает одновременно. И показывает, я уверен, Бог нам показывает что-то очень важное в отношении мудрости. И вот давайте откроем это место из «Экклезиаста», девятую главу. И вот проповедник нам вещает, тринадцатый стих, следующую историю. «Вот еще, какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, людей в нем немного. То есть ни Питер, ни Москва, ни Екатеринбург, Ярославль, может. Город небольшой, шучу, нет. В то время Ярославль был бы огромнейшим городом. Город небольшой, людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город». Вот знаете, самое первое, на что я обратил внимание в этой истории – мудрый бедняк. Потому что как-то вот в наше время это странное словосочетание. У нас как говорят, если ты умный, что такой бедный? Если он такой мудрый, с какой стати он является бедняком? Может быть, он не такой уж и мудрый, что стал бедняк. И очень часто, знаете, иногда людей духовных, людей, ищущих Бога, считают, что это люди, которые, они, может быть, не слишком как-то добились чего-то в этом мире. Ничего-то у него не получается, и ни в чем он так нормально себя реализовать не смог. Ну, поэтому вот он занимается, мудрец какой-то, духовный человек, ничего толком сделать не может, вот поэтому духовный человек. И есть некое такое пренебрежение к духовным людям. Вы знаете, вот, когда Андрей Александрович сегодня говорил, да, я смотрел на него, вспоминал, у нас на самом деле вот когда за десятилетие служения столько много совместных пересечений было, и вот в том числе мы вместе с Андреем учились в вашем городе, в академии. Мы учились здесь в одной группе, мы с ним не просто пастырем и епископом, мы с ним еще однокашники были какое-то количество лет, приезжали на несколько недель здесь. Такие были у вас тут съезды епископские. И проходили образование. И я обратил внимание, думаю, Андрей тоже, потому что были разные педагоги, но на некоторых педагогов как-то обращали особое внимание, потому что они просто горели своими предметами. И у нас был такой профессор Лебедев, не знаю, помнишь, преподавал античную философию. Вот запомним, он был боксером и он был философом. И он был очень крепкий, и он так нам внушал античную философию, что не учить его не было никакой возможности. И я помню, как на одной из лекций профессор Лебедев нам одну историю рассказал про Фалеса Милецкого. Я не скажу, что все помню, что он говорил, но вот как-то эта история запала мне. Так вот, Фалес Милецкий, это был древнегреческий философ, который занимался рассуждением о вечности, о небесах, о горнем и все. И когда раз с ним такая история произошла, он решил ночью посмотреть, какие-то там должен быть звездопад какой-то там на Млечном Пути или еще что-то. И вот он поздно вечером вышел из дома, смотрит в небо и пошел, чтобы не пропустить, а там была яма, он не заметил и упал в эту яму. Местные жители собрались и стали над ним издеваться, и смеяться, говорит, ну, говорит, вот, Фалес, говорит, ты смотришь на небесное, смотришь то, что над головой, а то, что под ногами не замечаешь. И с того времени над ним стали издеваться в Греции. И считали, что Фалес, он такой умник, потому что ничего толком он сделать не может. Ни в чем он не может добиться. Человек, он бедный, небогатый. Ну, что делать бедному и небогатому, чтобы как-то оправдать свое жалкое существование? Ну, умничать, философ, что-то на звезды посматривать. Вот, стали над ним смеяться. И тогда Фалес сделал такую вещь, поскольку он действительно был очень мудрым человеком, не притворялся, вот, он тогда решил рассчитать, и он понял, судя по прогнозам, как там было все там с погодой и все прочим, он спрогнозировал, что в это лето в Греции должен быть особенный урожай оливок, маслин. Особенный урожай маслин. И тогда он занял деньги и скупил практически все маслодавильные в своем месте, маслодавильные все, да? И когда в действительности был огромный урожай этих маслин, все понесли их в маслодавильные, чтобы делать масло, запасаться, а это все был бизнес Фалеса Милецкого. Он там был, как называть, когда один человек-то все, как монополист, да, монополист. Он там был в том регионе монополист. Ну и назначал цену, которую хотел. Ну выбора не было, и в итоге за это лето Фалес так разбогател, что он не только вернул все, что занял, а он стал богатейшим человеком того места. После того, как он разбогател, он взял эти деньги, раздал всем нуждающимся, всем бедным, и снова стал бедным, странствующим философом, смотрящим на звезды. Но никто уже не смел говорить, что Фалес неудачник. Такой драгоценный, знаете, точно так же иногда есть такое отношение к людям, которые занимаются богоисканием, ищут Бога. Ну, как бы время много, Бога тоже он ищет, да. Я на пенсию выйду, тоже так богоисканием займусь. Ого, какой я духовный стану, да. А пока я деловажные дела. И вот это странное представление, да, странное представление, что духовность должна быть всегда связана с богатством. Если ты человек духовный, богатый, доходил даже до того, я помню, где-то в 90-е годы, что считалось, что чуть ли уровень материального благосостояния не соответствует уровню духовности твоей. Хотя в действительности очень важно понимать, что мы все разные, и мы созданы разными, и у нас есть разные дары. Сегодня вы слышали, да, на предыдущей сессии Андрей говорил о том, что у нас есть разные дары. Эти дары приходят в нашу жизнь, да. И в зависимости от того, как мы этими дарами будем распоряжаться. А дары-то ведь разные у нас, правда же? Я думаю, кто из вас был в Индии, вы обратили внимание, что это традиционное в Индии деление на касты, да. Есть разные касты. Есть касты там воины, касты жрецы, и касты купцы. Вария называется, да, касты купцы. То есть были люди, которые, ну, по-современному, бизнесмены. То есть есть, безусловно, люди, призванные к бизнесу. Есть люди, помазанные на этом. Но это не говорит о том, что все призваны к бизнесу. А я думаю, одна из проблем нашего времени, когда считается, что все должны заниматься бизнесом. Абсолютно все. И пастыры, бизнесмены, и там, и педагоги, бизнесмены, врачи, бизнесмены. Когда пастыры, когда врачи, бизнесмены, тогда непонятно, что они больше хотят, лечить или деньги зарабатывать, понимаете? Поэтому все важно, но все важно на своем месте. На своем месте. И, безусловно, есть люди, которые не призваны к тому, чтобы там зашибать деньги, зарабатывать, что-то такое. Я понимаю, что в церковь приходит немало людей. Приходит немало людей, которые в мире порой были в большом прессе от дьявола, от тьмы. И часто Бог их поднял из самых низов. И когда они приходят в церковь, они как бы пытаются компенсировать некую нищету своей прошлой безбожной жизни, какие-то падения, это дно. И стараются как бы зарабатывать. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда мы стремимся нашу духовную жизнь использовать только для того, чтобы достичь чего-то в этой жизни. Получается, Бог нам нужен только для того, чтобы достичь наших целей. Как бы мы шли к нашим целям, не сильно получалось. Теперь мы уверовали в Бога. И с Божьей помощью мы, безусловно, к этим целям дойдем. Но ведь в действительности христианство – это новая жизнь. Бог нам не просто силу дает, Он и цели дает новые. Правда же, драгоценные? Бог дает новые цели. И так важно, чтобы были люди, которые в действительности, они занимаются духовными вещами, духовным поиском. Не все призваны к бизнесу, не все призваны быть учителями. Поэтому апостол и говорит, что у каждого есть разные дарования. Трудись в свое дарование. И мудрый бедняк, как бы это ни казалось абсурдом, это некая реальность. И я, когда в последнее время читаю послание того же апостола Павла, вот если мы откроем вместе с вами 1 Тимофею, 6 глава, и апостол Павел пишет о том, что такое христианская вера, а что христианской верой не является. И он говорит, вот смотрите, 1 Тимофею, 6 глава, 5 стих, говорит о пустых споров между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вот к чему мы все должны стремиться. Безусловно, кто-то призван заниматься бизнесом, кто-то призван быть педагогом, кто-то врачом, кто-то служителем, кто-то пастором, кто-то миссионером, кто-то менеджером. Но то, что всех нас объединяет, некое общее для всех нас, самое великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Благочестивым, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Некоторые думают, что чем больше они приобретают, тем больше они будут довольны. Вот купил лучше квартиру, будешь больше доволен. Но мы знаем, что это не так. Через некоторое время он уже не доволен, потому что есть квартиры и получше. Какую бы ты хорошую машину не купил, через некоторое время грустишь, потому что есть машины и получше. Поэтому никогда приобретение к довольству не приводят, потому что мы ненасытимы. Давай-давай, помните, да, в Ветхом Завете? Нам надо давай-давай, больше-больше, больше-больше. Так вот, само довольство является приобретением. Не приобретение приводит к довольству. Павел говорит, довольство является приобретением, причем великим приобретением. Ибо мы, продолжает апостол, ничего не принесли в мир. явно, что ничего и не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. То есть апостол говорит, что да, конечно же, на земле за все отвечает серебро, мы понимаем, но финансы не должны стать для нас таким фетишем. Богатство не должно стать идолом, к которому мы стремимся. И он, 9 стих, «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Видите, серебролюбие не дружит с верой, оно уводит от веры. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай». Вот то, в чем все верующие, независимо от призвания, независимо от даров, от талантов, в чем они призваны преуспевать? В чем преуспевать? В правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Вот, не так часто встречаешь христианские семинары о благочестии, или христианские семинары о любви, или христианские семинары о терпении. Зазови-ка верующих, а? Христианский семинар трехдневный о терпении. Не вытерпят? Нет? И что интересно, поймите, апостол Павел, он же не от себя это взял. Это не то, что он придумал там что-то, вот как-то, все, что писал Павел. Вот некоторые богословы пытаются вбить клин между Иисусом и Павлом. Как бы типа Иисус одно, а Павел другое. Говорят, вы христиане или павликиане, вы за кем следуете? Но когда мы читаем что-то у апостола Павла, мы понимаем, что это все соответствует, конечно же, тому, что говорил Иисус Христос. И посмотрите, Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Иисус говорит, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Некоторые шутят, что деньги не приносят счастья, но лучше грустить с деньгами, чем без них. Но христианство – это не путь к богатой грусти, это путь все-таки к блаженству, это путь к счастью. И вот сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, а вот что сделаю, сломаю житницы, построю большее, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. То есть создать себе такую финансовую подушку безопасности, как говорят, будет кому подать стакан воды перед смертью. Но нужно ли это душе? Богат, что-то говорит, скажу, душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Вы не обратили внимания, вот когда все эти события последние начались, там, когда коронавирус, карантин, как во многом поменялись мышления людей, намного меньше стали интересоваться материальными вещами, как-то покупки на задний план все отошли, да? Когда вдруг замаячила какая-то эпидемия, и многие могут умереть, а может быть и я, невольно задумаешься о чем-то другом, не о материальных вещах. Мысли людей поменялись. И смотрите, дальше. Так Иисус говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот к чему призывает нас Господь, причем всех, независимо, как я сказал, от даров, от талантов, от особенностей, в Бога богатеть. Все понятно. Возникает только вопрос, а как? Как богатеть материально? Мы более-менее знаем. Не у всех получается, но все так или иначе в курсе. А в Бога-то как богатеть? И вот посмотрите, Иисус дальше продолжает. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. То есть душа не нуждается в амбарах. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том наипаче, ищите Царство Божьего, и это все приложится вам. То есть посмотрите, христианин – это человек, двигающийся в новом направлении, каком? Горнему, небесному. Абсолютное безумие учить всех верующих, как быть богатым, да потому что абсолютно не все призваны быть бизнесменами, понимаете? Но то, к чему мы призваны все, это искать горнего. Независимо от того, там пастыр ты, бизнесмен ты, педагог, менеджер, мы все призваны искать горнего. В этом должно быть наше устремление к небесной мудрости, к переживанию нашего небесного Отца. В этом. И безусловно, это порой может вызывать недоумение, как вот в этой истории с Валесом Милецким, какие-то насмешки. Я помню, как в 90-е годы, когда я уже был пастором, уже 90-е годы прошли, и наше поколение как бы вошло в 90-е годы 20-летними, я, мои сверстники, мои ребята, я как помню, что ребята с моего детства занялись бизнесом, и в то время некоторые довольно сильно разбогатели, и помню, когда мы с ними встречались, они так смотрели и говорили, говорят, Виктор, ну чем ты занялся? Ну чем ты занялся? Ты занялся каким-то пасторством, ну что ты делаешь? Сейчас деньги надо делать, это время упустишь, все, не получишь, ничего, ну посмотри, на какой машине ты ездишь, на какой мы ездим, вот где ты живешь, а где мы живем, да? И в действительности, когда я там сравнивал свою машину с их машинами, там, да, у них, которые были полностью посвящены бизнесу, зарабатыванию денег, уровень был, уровень был лучше и намного выше, и когда они еще упрекали меня, говорят, слушай, ну ты же был вообще не последним из нас, сейчас бы так бы жил бы, вообще, вообще по-другому бы жил, да? И вот, я помню, когда я приходил, мы с Дианой обсуждали, вот, знаешь, вот этот позвонил, тут опять что-то смеются, говорят, да что ты ерундой, столько денег, ты бы столько мог зарабатывать, чем ты занимаешься, потому что для них я действительно был таким мудрым бедняком, вот ты мудрый человек, что-то проповедуешь там, ну вот, что за материальный уровень, что за, что за материальный достаток, и вот вы знаете, когда вот уже прошло, вот уже лет 30, да, я сегодня встречаюсь с ними, да, и я вижу, как сегодня уже у нас совсем другие разговоры, потому что, несмотря на все то, что многие из них заработали, а заработали на самом деле немало, но, тем не менее, счастья-то слишком на эти деньги не получились, я вижу там разбитые, семья какие-то, трагедии, несчастья там, кто-то запил, кто-то там еще на что-то подсел, да, и вот когда сегодня мы с ними общаемся, они говорят, а ты ведь действительно тогда понял то, чего может быть мы не поняли, мы деньги зарабатывали, а ты счастливым стал, потому что драгоценное, не заключено счастье в зарабатывании денег, не заключено счастье в материальном благополучии, кому-то Бог даст, может дать много денег, но опять-таки с определенной целью, не как некий вот идол, которому нужно стремиться, а как средство, чтобы служить другим, и когда кому-то Бог дает денег больше, чем обычно, только для того, чтобы этот человек стал каналом какого-то благословения, понимаете, и поэтому драгоценные, вот читая эту историю, да, мы видим, да, есть такие мудрые бедняки, это реальность, и вот посмотрите, эту историю продолжаем, да, вот 15 стих Экклезиаста, 9 главы, но в нем нашелся мудрый бедняк, и он, смотрите, спас своей мудростью этот город, и однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке, обратите внимание, насколько избирательно человеческая память, есть такая поговорка, встречают по одежке, а провожают, мы как-то с одним служителем разговаривали, он такую фразу бросил, он говорит, знаешь, говорит, Виктор, когда я был маленьким, меня учили жизни, когда я вырос, я понял, то, чему меня учили, не соответствует реальности, потому что в жизни очень часто встречают по одежке и провожают по одежке. А про тебя умного забывают, ну, как про этого бедняка, да? Спас город, забыли. Ведь не даром же мы часто говорим о том, что есть вещи, ценные на небе, но которые пренебрегаются на земле, и наоборот, есть то, что очень ценят на земле, но что не имеет никакой ценности для небес. Я как-то одну фразу прочитал у знаменитого французского писателя Франсуа де Лефештока, жил в 17 веке, так он такую вещь написал, люди не только забывают благодеяния, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей. Люди часто забывают добрые дела, а иногда даже не просто забывают добрые дела, а ненавидят человека, который им помог, потому что этот человек видел их, когда им было плохо, когда они были унижены, когда они были раздавлены, теперь у них все хорошо, и они не любят свидетеля своего униженного положения, даже несмотря на то, что, возможно, этот свидетель и помог им выкарабкаться из этой проблемы. И мы видим, сколько в Библии примеров того, когда люди легко забывали о всех благодеяниях, чего только стоит, помните, этот виночерпий, да, фараона, чей сон истолковал Иосиф и просил только одно, ну, вспомни меня, да, когда вот этот сон исполнится, и ты снова вернешься к фараону, вспомни, и что вспомнил он? Забыл, забыл, вспомнил, когда фараон увидел сам, помните, странный сон, и он вспомнил, потому что, ну, есть же такие люди, они занимают такое место посредников, они всех связывают со всеми, как бы нужные люди, да, и он увидел, фараон, а я знаю, человечка в тюрьме, он истолкует тебя, да, и опять-таки, тут такая, опять личная выгода была, могу тебе помочь фараон, знаю человека, сидел ли вместе, вот, достал его из темницы, вот, помог он, да, вот, а так бы и не вспомнил, а так бы и не вспомнил, а сколько в Библии мест, да, вот, одно мест из книги Судей, да, и не вспомнили сына Израилева, Господа Бога своего, который избавлял их от руки всех врагов, окружавших их, и дому, и Яровалову, или Гедеонову, не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю, помните, как Бог действовал через Гедеона, какие победы удивительные, сколько проповеди мы говорим о тех чудесах, которые Бог совершил в жизни Израиля через Гедеона, но Израиль-то забыл об этом, и забыли, никакого там, никаких благодарностей к дому Гедеона, у них, у них не было, не было, а вспомните, когда Иисус исцелил десять прокаженных, сколько вернулось поблагодарить? Десятина, правда? Десять процентов вернулось, а девяносто где? А им все, больше ничего, ничего не надо, недаром, знаешь, говорят, сделай человеку добро, он будет благодарен, сделай человеку второй раз добро, он воспримет это как должное, а не сделай это добро третий раз, он разозлится, ты же обязан, так и Иисуса забыли те, кому он творил добро, кто там кричал распни, да те, кого он благословлял, кого исцелял, среди кого он чудеса творил, кого он пятью хлебами кормил, эти же люди кричали, распни, распни, и они не просто забыли добро, а они стали безжалостны к нему, ненавидели его, а с другой стороны, сколько известных людей, которых до сих пор помнят, и с таким почтением, но когда начинаешь там читать об их жизнях, какие-то документы, помню, сколько там нас разных героев в детстве рисовали на уроках истории, там царей разных, а потом, когда начинаешь читать об этих царях, об этих правителях, которые залили часто страну кровью, столько жизней невинных загубили, да, что вам говорить, вы, потомки, тех, кто прошел здесь и блокаду, и все прочее, а до сих пор про тех людей, с каким пиететом говорят, ты думаешь, почему так, почему те, кто совершил благодеяние, часто забывают, а те, кто пролил много крови, их помнят и делают героями истории, почему такие, такая несправедливость-то, несправедливость, мы, понимаете, можем эти вопросы задавать долго, и особых ответов никогда не услышим, почему так, а почему этого забыли, а почему этого не забывают, хотя хотелось бы наоборот, но весь смысл этой истории совсем в другом, здесь словно Бог спрашивает нас через эту историю, а это мудром бедняке, готов ли ты творить добро, несмотря на то, что ты не получишь никакой благодарности в ответ, а забвение, а может быть, даже и ненависть, готов ли ты творить добро, не видя в своей жизни никакого воздаяния, никакой награды, смотрите, дальше читаю, Экклезиас 9 глава 16 стих, и сказал я, продолжает проповедник, мудрость лучше силы, у нас как говорят, сила есть, ума не надо, а тут как-то наоборот, мудрость есть, даже можно и без силы, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают, я прочитаю этот же стихи по современному переводу, но все же я говорю, что мудрость лучше, чем сила, люди забыли о мудрости того бедняка и перестали слушать его, но я до сих пор верю, что мудрость лучше, современный перевод этого 16 стиха 9 главы книги книги Экклезиаста, мудрость лучше, в чем же отличие Божьей мудрости, а Божья мудрость всегда пропитана любовью, поэтому всегда Божья мудрость, чем она отличается, она о других думает, о ближних думает, и вы знаете, что интересно, что оказывается, думать о ближнем намного выгоднее, чем быть эгоистом, хотя кажется, что эгоистом быть выгоднее, о себе нужно думать, но в итоге оказывается, что все совсем наоборот, и что интересно, знаете, даже животный мир, вот в книге Иова написано, поговори со скотом, посмотри на птицы, научат, сама природа учит нас, чему же учат, а что думать о других выгодно для всех, нужно, необходимо для всех, когда вот знаете, зайцы, если заяц видит хищника, он встает, приподнимается, может быть, кто-то обращал внимание, и начинает, я сам не видел в природе, я видел кадры, которые показывали, заяц видит опасность, видит хищника, и он начинает быстро-быстро бить лапками, либо по пню, либо еще где-то по поверхности, бить-бить лапками, таким образом он предупреждает всех своих сородичей, опасность, спасайтесь, опасность, спасайтесь, но одновременно, когда он это делает, он привлекает внимание хищника к кому? К себе, он бьет, он подставляет себя под удар, и если кто и погибнет, то он, или другой пример, среди пчел, когда пчелы видят опасность, которая приближается к улью, причем они видят, что эта опасность намного больше, чем они, у них нет шансов, но они нападают и жалят, отгоняют опасность, понимая, что сами они после этого погибнут, погибнут, но если они этого не сделают, погибнут все, или еще, пример точно так же из животного мира, есть такие одноклеточные грибообразные организмы, называются слезевики, слышали, нет? Я специально попросил сделать картинку, покажите картинку, как выглядит слезевик. Слезевики очень интересные грибообразные организмы, и в благоприятных условиях они живут поодиночке. Слезевик, это такой, знаете, он, я вам скажу, это сотая доля, у них размер сотая доля миллиметра, малюсенькие, когда все хорошо, они живут сами по себе, каждый сам по себе, каждый сам за себя, когда все хорошо, каждый по отдельности, но если приходят трудности, если приходят какие-то проблемы, тогда слезевики собираются все вместе, и образуют такой многоклеточный псевдоорганизм, вот то, что вы видите, это конференция слезовиков, они все собирались, и вот сделали такой организм, каждый вот из этих таких грибочков, десятки, а иногда сотни тысяч слезовиков, в каждом, они собираются, почему? Потому что по-другому в трудностях они не выживут, только все вместе. Интересно, у этого многоклеточного псевдоорганизма есть две части, есть спарафор, видите, верхняя часть, как бы головка такая, да, благодаря которой он размножается, они слезовики, и ножка, и все дело в том, что те слезовики, которые составляют ножку, в итоге погибают, они обречены на гибель, выживают и размножаются те, кто составляют вот этот спарафор, и когда исследователи наблюдали в микроскопы за жизнью тех слезовиков, они обратили внимание, что есть такие слезовики эгоисты, которые никогда не становятся ножкой, которые всегда стараются пробраться, я же не знаю, как их там ученые отличают, но они всегда стараются выжить и быть частью вот этой верхней части шляпки, и если количество слезовиков эгоистов становится большим, так что уже никто не хочет быть ножкой, все хотят быть шляпкой, вся популяция слезовиков гибнет, и ученый говорит, оказывается в конечном итоге жертвенность ради других выгодна, только так можно выжить, и в этом есть мудрость, вот вы знаете, сейчас немало говорят разных прогнозов, не только в отношении болезни, а в отношении экономики, мы видим, как уже немало фирм закрывается, в Ажи тоже такое, ну везде закрывается, и в Екатеринбурге, кафе, бизнесмены, трудное, трудное время, некоторые теряют работу, я вдруг обнаружил, что у нас появились семьи, причем некоторые даже многодетные семьи, где и отец и мать были сокращены, ну на работе все там, либо фирму закрыли, либо сокращение штата и их уволили, и тут я понял, что мы очень долго говорили о том, что мы церковь являемся семьей, мы все вместе, и вот возникает возможность проверить, а мы на самом деле семья, мы на самом деле те, кто собираются вместе, и особенно в трудные времена помогают и поддерживают, или как говорит Библия, носят бремена друг друга, многие говорят, что осенью может быть трудно, я молю, чтобы так не было, но сегодня мы собираемся со служителями и говорим, если мы семья, то мы должны быть готовы к тому, что если будут трудные времена, я вам честно скажу, я может не готов брать ответственность за город, еще за что-то, но как пастор я призван брать ответственность за церковь, за людей, которые возможно потеряют работу, и возможно части верующих придется какое-то время помогать, другой части верующих, но если этого не будет, то какая же мы семья, если этого не будет, какая же мы семья, и я думаю, что сегодня Бог обращает наше внимание прежде всего друг на друга, когда трудное время, кризисное время, болезненное время, вот время, когда должны появиться люди, люди готовы служить другим, причем понимая, что никакого триумфа, славы им возможно на земле никогда не будет, и даже может быть и не вспомнят, сколько людей, которые в гневе уходили, если они не получали такой отдачи, на которую рассчитывали, немало, но для этого нам Бог, я думаю, дал вот эту притчу, показал нам, насколько важно действительно быть друг за друга, чтобы мы не превращались в таких слезевиков, эгоистов, потому что вера призывает нас к заботе о ближнем, к жертвенности, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, так часто, да, мы порой так пренебрежительно относимся друг к другу, и вот на самом деле настало время, когда, я думаю, мы должны оценить, насколько мы нужны друг другу, насколько цены собрания, я, когда у нас началась только самоизоляция, знаете, только началась самоизоляция, я по натуре, я и Диана, мы интроверты, нам самоизоляция это благодать, на благодать, я приходил в церковь, не было людей, до сих пор такое у нас происходит, у нас до сих пор собрания не разрешены в Екатеринбурге, большие собрания, вот, и я приходил в церковь, вот мы проводили собрания онлайн, было несколько человек, видеооператоры, я говорил, да, ну, несколько человек было, примерно человек, где-то 15 у нас там на трансляции было, и все, и никого не было, и я первые собрания был просто в такой радости, потому что я понял, что я в воскресенье устаю не от проповеди, от вас, когда после собрания, пастор, пастор, а помолись, помолись, а скажи, а скажи, а вот у нас сестра новая, а вот там это, а вот это, да даже само проповедь, когда вот люди там смотришь, я вдруг понял, что вот они словно питаются тобой, и потом бывает разговор, вечером, в воскресенье приходишь домой, после этих собраний вот так вот ложишься, и уже ни слов, ни музыки, ни сил уже нету, уже лежишь, поэтому обычно у пасторов в понедельник выходной день, вот, что они не работоспособны, но не в России, мы уже в понедельник в бой часто идем, вот, и такой, а тут когда трансляция, собрание, камеру выключили, я пошел, никто не приходит, я беру кофе, я полон сил, я думал, как здорово, говорю, это мечта пастора, как проповедуша, никого нет, все хорошо, да, и я вначале был такой счастливый, но потом я вдруг понял, что-то тут не то, есть некоторые сложности, которые я чувствую, они необходимы, да, настоящее общение, помощь, и поддержка, они являются нагрузкой, часто нас истощают, признайтесь, но, да, 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 пастор, вот, но без этого, без этого, ты вдруг понимаешь, ты не совсем и служитель, и, я вот сейчас вот смотрю, вот мы с Дианой, может быть, вам кажется странно, что приехали с Урал, и говорили, как здорово, все вживую, мы тут уже, вы уже, по-моему, тут месяц, да, собираетесь, сколько, больше уже, даже, да, вот это, для вас это все привычно, да, для нас непривычно, потому что мы так уже соскучились, по большим собраниям, по людям, вот по тем, вот я пастор, 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 я вдруг понял, что как мы все необходимы, нужны друг другу, понимаете, потому что приходит время, когда на самом деле пастор, пастор, я чувствую, я истощен, но я вижу глаза жаждущие, я понимаю, ну надо помолиться, надо что-то сказать, надо еще уделить какое-то время, и с другой стороны, когда мне трудно, тоже находятся люди, которые готовы помочь, и вот эти слезовики, ну не знаю, апостол Павел знал, не знал про них, но они настолько напоминают церковь, мы точно такие же, да, организмики, какие-то маленькие, клеточки, но вместе составляем единое тело, мы вместе составляем единый организм, и то, что нам Бог показывает в этой притче, чтобы этот организм полноценно существовал, необходима вот эта жертвенная любовь, этих мудрых людей, которые не всегда богаты, не всегда получают отдачу, не всегда благодарят, не всегда их встречают с триумфами, не всегда там на сцене они красуются, но без них мы не выжимем, вот без таких мы не выжимем, кого забыли, ну люди забыли, но же не Бог, Господь-то помнит таких людей, и смотрите, 17 стих, это же 9 главы, продолжаем книгу «Экклезиасты», смотрите, все вопросы, готов ли ты бескорыстно служить людям, готов ли ты посвящать себя другим, даже если, ну, о тебе могут и забыть, и не поблагодарить, а кто-то вместо благодарности еще раз зазлится на тебя, мне так нравится в современном переводе, я еще раз прочитаю, люди забыли о мудрости того бедняка и перестали слушать его, но я до сих пор верю, что мудрость лучше. Вот немало пасторов, с которыми мы начинали на Урале у нас 90-е годы, они сегодня не в служении, и вы знаете, ситуации разные, а вот знаменателю всех общий, почему оставили? Вот из-за этого я столько сделал, а в ответ ничего не получил. Я вот так старался, а что мне дали? А как ко мне отнеслись? Для меня вот этот ответ, да, я не всегда получал то, на что рассчитывал, но я до сих пор верю, что вот эта мудрость, которая посвящена другим, любовью и заботой, она лучше, она лучше, она необходима. И если мы это не осознаем, что мы это по большому счету делаем не для людей, мы же это для Бога делаем, а Он ничего не забывает. Мы же для Него делаем. Как помните знаменитые слова матери Терезы, которая говорила, что если там ты делаешь лучшее для людей, а им недостаточно, все равно продолжай делать лучшее. Если там ты помогаешь, а кто-то недоволен, все равно продолжай помогать. Мне нравятся вот ее последние слова, да, в конечном итоге ты поймешь, что все это было не между тобой и людьми, а между тобой и Богом. Мудрый бедняк. И по большому счету, знаете, мы с женой приходим к такому выводу, что вся наша жизнь, все ситуации, все встречи, все кризисы, это наш диалог с Творцом. Ты с ним разговариваешь. И вот последние слова этой главы девятой об этой истории. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Я тоже почитаю вот этот в современном переводе, как-то это проясняет смысл, что ли, потому что бывает мы настолько уже, у нас глаза замылены на синодальный текст, что уже читаешь уже как стихотворение, ну так, не вникай особо. Вот современный перевод, он как бы знакомые стихи в новом свете показывает. Тихая речь мудреца слышнее, чем крики начальника над глупцами. Мудрость лучше, чем оружие, но один глупец может многое погубить. Как наша поговорка, один дурак столько сможет натворить, что сто умных не исправит. Но самое вот интересное, в конце он говорит, настоящая мудрость не кричит. Шумная, громкая, часто это неважное. То, что мы называем ловит хайп, привлекают к себе внимание. Я в своей жизни, знаете, убедился, что очень часто яркая, броская, за этим ничего не стоит. А настоящие вещи, они о себе не шумят. И я видел, что люди, которые в действительности, через которых часто говорит Господь, ты еще попробуй этих людей разговори. Ты еще попробуй. А часто то, что давай, давай, научу там все. И вот эта вот история, которую Соломон, повторяю, в жизни которого мудрость всегда играла большую роль, начиная с его молодости. Вот то, что он написал. С одной стороны, важность, ценность мудрости, с другой, томление, суетливость, опустошенность. И вот эта притча. Если ты ожидаешь мудростью приобрести славу, почет, уважение, ты очень часто можешь быть разочарован. Это суета и томление духа. Если ты ожидаешь что-то приобрести, там как-то вот продвинуться, тоже можешь быть разочарован. Но если ты будешь относиться к этому по-другому, как к настоящей мудрости, пришедшей с небес, к мудрости, которая делает твое сердце другим, как вот я говорил на первой сессии, когда вот ты пробуждаешься, и ты вдруг понимаешь, да, что все перевернуто с ног, на голову, с головы, на ноги, все наоборот перевернуто. И то, что часто незначимое, люди это возвеличивают, а значимыми вещами пренебрегают. Люди готовы умирать за деньги, за золото. Я думаю, не случайно, вот именно в небесном городе дороги будут золотые. Не в смысле, что там так будет круто, а в смысле том, что то, что мы тут, за что люди кровь проливают, там родня родню убивают, там это под ногами будет валяться. Потому что вот вся ценность этого. Это не то, что надо больше золота, больше золота. Набирай больше асфальта. Вот небесного. Бог показывает, а есть вещи, которые, думаешь, а что человек, а что душа? Пренебрежительно относятся. Но это самое важное и самое ценное. И поэтому я так благодарен вообще за время, в которое мы живем, когда вот, знаете, такое последнее чувство, такая ватность была какая-то, как это вот и в политике, и в экономике, и как-то в духовно-религиозной жизни точно так же. И вот пришло это потрясение, чтобы на самом деле как-то вразумить нас, чтобы мы не увлекались поверхностными вещами, а восстановили то, что на самом деле ценно. Вот настоящая любовь, посвящение друг другу. Даже если это не ценится, даже если кто-то это не воспримет там или не воздаст тебе славу и почет. Но ты это делаешь потому, что ты по-другому сделать не можешь, потому что внутри тебя Господь Христос, который по сути и был таким мудрым бедняком. Помните? Не было в нем ни вида, ни величия, который бы привлекал к нему, да? И толпы людей, которых он кормил, слыша странные слова, уходили. И в конце концов предали его. И главным предателем был один из его апостолов, да? Кто-то от него трекся, кто-то испугался, кто-то предал его. Вот все, что он получил за свою посвященную жизнь, казалось бы. Но мы видим, как Бог воскресил его из мертвых и прославил его имя превыше всякого имени небесных, земных и преисподних. И мы спустя две тысячи лет, живя в тысячах километрах от того места, где был этот назарецкий мудрец, сегодня говорим о нем, читаем его слово, проповедуем его Евангелие, потому что мы ощущаем в нем нечто небесное. Не все это поняли, даже ученики много не понимали, о чем ты это говорил, помните, да, вопросы были? Не все это ценили, но настоящая мудрость, она все равно проявит себя, потому что она не на земной славе замешана, а на небесной, на небесной. Этот путь, который Бог показывает каждому из нас, и для этого пути не нужны большие трибуны, не нужна слава, нужно только сердце, которое бьется в унисон сердцем Господа. Вот, вот что нужно. И когда Бог наполняет нас, да, меня очень часто спрашивают пастор, как найти свое призвание, а к чему Бог меня призвал, да? Конечно, там есть дары, есть таланты, если ты хорошо поешь, ну, может быть, как-то с музыкой твое призвание связано, но по большому счету, знаете, чем больше я живу, тем больше убеждаюсь. Не так важно что, как важно как. Да занимайся ты, чем хочешь. Главное, что стоит за тем, что ты делаешь. Ведь можно Евангелие проповедовать и посвящать себя людям, а можно себя тут выставлять и пытаться быть христианской супервизой. Правда же? Одно и то же, да? Что стоит за этим? Можно зарабатывать деньги, чтобы доказать что-то кому-то, себе и окружающим. Я крутой, вы еще узнаете. А можно зарабатывать деньги, чтобы как можно больше послужить людям. Правда же? Одно и то же дело, что стоит за этим? Занимайся ты чем хочешь. Главное, если за этим есть любовь и вот это посвящение, то пускай оно будет пренебрегаемо людьми и кем-то забыто. Бог никогда не забудет этого, потому что такое по его сердцу. Аминь. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за привилегию быть с моими братьями и сестрами здесь, на этой конференции, делиться с ними, Господь, служить им, Бог мой. Я молю, коснись их, Боже, через эту небольшую историю, которую мудрый проповедник написал для нас в книге «Экклезиаста», Господь. Я молю, мой Бог, чтобы мы видели в этом мудрость, Господь, то, что мы делаем, наша любовь, наше добро, наше служение, по большому счету, когда мы это делаем, то мы делаем это не просто для людей, мы делаем это для Тебя. И когда мы видим Алчущего и кормим Его, Ногово, и одеваем Его в темнице и посещаем Его, то мы Тебя посещаем, Тебе помогаем, Тебя кормим, Господь. Ибо вся наша жизнь это взаимоотношения с Тобой, Господь. И пускай наша вера проявляется в реальных, конкретных делах. Делах божественной любви. Каждый верующий доскажет Аминь. Слава Господу! Давайте прославим нашего Творца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!